Многие заядлые охотники и даже новички мечтают о трофее в виде огромного медведя. Хозяин леса обладает всеми качествами достойного противника и может нанести опасные раны. Однако мало кого из охотников, поставивших своей целью добыть медведя, это останавливает. Наблюдать за охотой на берлогах удивительно захватывающий процесс. Что говорить о самих участниках охоты, когда выброс адреналина зашкаливает, а нервы на пределе. Но перед охотой на медведя не лишним будет узнать некоторые его повадки и особенности образа жизни. Откармливаясь к зиме, зверь в голодные годы способен разбойничать, утаскивать коров овец, покушаться на посев овса и кукурузы. Охотятся самцы на медвежат, избирая малышей мужского пола. До поздней осени кормится косолапой, накапливая подкожный запас жира до 180 кг, а на зиму устраивается в берлоге. Активность хищника зимой зависит от ареала обитания. Если пищи хватает для полноценного существования, в спячку он не впадает. В районах с более суровым климатом самцы и самки с медвежатами подыскивают себе место спячки нужного размера. С конца октября по март спит медведь в берлоге. Спит он на боку, свернувшись клубком, на спине, реже сидя с опущенной головой. Сон у него не крепкий, в случае опасности хищник пробуждается и начинает искать себе иное убежище. Во время оттепели пробуждается и покидает убежище, в период похолодания возвращается в логово. Медведь не впадает в анабиоз, сердце его бьется также ритмично, но чуть медленнее. В кишечнике происходит повторный процесс переработки отходов, поэтому в спячке зверь не испражняется и не мочится. Лапу косолапой не сосет, это ошибочное распространенное мнение, на подушечках лап у зверя линяет и трескается кожа, потому он и лижет зудящее место. Зимнюю квартиру выбирает он под выврученными деревьями, в глубокой яме с буреломами поверх, и изредка в горах. Зверь может приходить зимовать в одно и то же место ежегодно. Дно берлоги медведь заботливо выстилает кусками дерна, корой, травами, листьями. Логово медведя может иметь от одного до четырех выходов, поэтому охота на хищника опасна неожиданным выходом его с запасного хода. Зверь способен приготовить себе несколько убежищ и менять их. Полу грунтовые берлоги обустраиваются медведем под корнями огромных деревьев. За пару дней зверь увеличивает квартирку, а сверху натаскивает ветки. Эти зимовьи сложно раскрыть. Верховая медвежья берлога подготавливается зверем за несколько часов, выстилается ковер из листьев, а верх прикрывается хворостом. Логово не столь защищенное от посторонних глаз, зато часто встречающееся. Экзотическими называют берлоги в несвойственных для залегания в спячку местах. Стога – заброшенные землянки и избушки. Перед окончательным уходом в спячку косолапая основательно запутывает след, петляя, проходя по труднодоступным местам, двигаясь за дом наперед. На овсах. Этот вид охоты на медведя подходит для непрофессионалов. Зная пристрастие медведя к созревшему овсу, его подстораживают из засады. Однако малейший шум может спугнуть хищника, и тот уходит, фыркая и клацая зубами. Лучше подбирать для охоты участки с близким расположением леса к посадкам. Лабаз надо приготовить с подветренной стороны, а следы строительства хорошо убрать. Шалаш будет не столь эффективным укрытием, так как зверь может почуять запахи, а видеть местность из-за веток не очень удобно. Медведь придет лакомиться овсом в сумерки, поэтому место в засаде или лабазе лучше занимать с вечера. Если же это охота на овсов с подхода, стоит обходить поле с раннего утра. Медведь в утренний час не столь бдителен, чем вечером, поэтому подкрасться к нему удастся на достаточно близкое расстояние. Собаки для охоты на медведя Без собаки на медведя не ходят, особенно зимой, когда лес засыпан снегом. Только собака сможет найти зверя. На севере для охоты на медведя используют разные породы собак, но преимущественно лаек. Некоторые виды гонщик тоже хорошо с этим справляются. В обязанности собаки на медвежьей охоте входит не только поиск зверя, но, при необходимости, еще и преследование его, притормаживая его бег хватками за заднее место. Медведь, кажущийся с виду неуклюжим, преследуемый собаками, передвигается достаточно быстро. Собаки, которые берут на медвежью охоту, необходимы такие качества, как выносливость, смелость, поратость, вязкость и злость. Однако, мало можно найти пород, в которых все эти качества присутствуют. Одни собаки откровенно боятся зверя, другие им вообще не интересуются, третий только лают, но опасаются его преследовать. И только в редком исключении встречаются экземпляры, которые при попытке зверя увернуться, бросаются на него, впиваются зубами и виснут на нем. Такая собака, настоящий друг для охотника, она, бывает, спасает человека от увечья. Кроме того, раненый зверь торопится уйти далеко, а без собаки отыскать его нет никакой возможности. Если ваша собака не струсила и не сбежала домой при виде медведя, то у нее есть шансы стать тем самым редким экземпляром. Наверное, стоит напомнить, что на медведя натаскивают уже взрослых собак. Молодой собаке можно предоставить возможность потрепать уже убитое животное и накормить ее свежим мясом. Лучше всего начинать натаскивать собаку на тяжелораненном звере, или попавшем в капкан. Хорошо брать в пару молодой и неопытной собаки старую, опытную, злую, у которой та будет учиться охоте на медведя. Ведь раненый медведь может покалечить молодую собаку, которая только после того, как несколько раз поучаствует в охоте, станет смелой и сообразительной. Случается, что медведь может увести собак в такую глушь, по которой человек может передвигаться только ползком. В этом случае приходится изощряться, чтобы добыть зверя. Если собаки хорошо идут по следу, но, догнав зверя, не вступает с ним в схватку, а преследует его с голосом, то можно попробовать перехватить его на ходу, так как медведь под собаками часто ходит на кругах. Но для этого нужно хорошее знание местности и ходов зверя. Капканы на медведя. Капканы, используемые для охоты на медведя, обычно имеют две мощные пружины, каждый из которых весит более 10 килограмм. Капкан ставится с прикормкой, протухшая рыба, кишки и прочее, на приводе, или рядом с заломанным медведем скотиной, или на медвежьей тропее. Капканы маскируют травой, листьями, мхом, хвоей. Бывает так, что хоть капкан установлен умело, но медведь своим чутьем находит железо и откидывает его в сторону. Если зверь попадает в капкан, он начинает грызть его зубами, бьет его о колодник, вставая на задние лапы. В такие минуты животное особенно раздражено и опасно, не исключена возможность, что медведь кинется на человека. Попавший в капкан медведь, начинает кружить, петлять. Если его не преследовать, он будет днем где-нибудь отлеживаться, а по ночам выходить на поиски еды, разрывая муравейники. С такими капканами надо обращаться предельно осторожно, так как они легко могут сломать человеческую ногу. Несколько полезных советов. Стрелять на падающего медведя принято в раскрытую пасть или нос, если же он отвлекся на собаку, в область от глаза до уха. При небольшой уверенности в удачном выстреле стреляют в область сердца. Для огня в сумерках из большого расстояния, например при охоте на овсах из засады, подбираются патроны с большой деформацией снаряда. При отсутствии снега медведь может легко уйти, а затем напасть в темноте на охотника, идущего по следу. Отправляясь на охоту за медведем, стоит придерживаться гуманных методов поимки зверя. В процессе охоты человек познает себя, проверяет надежность товарищей в экстремальных ситуациях. Скрытые достоинства и недостатки характера проявляются здесь во всей полноте. Поэтому это испытание не только физическое, но и моральное. Не забудь заленуть в описание под видео, там ты сможешь приобрести манки, рацию или подарок для охотника. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok